Запретить троллинг в один спиннинг, ребята, это просто нереально. Всем привет, друзья мои. Сегодняшнее видео будет не совсем обычное. У меня в подписчиках есть люди, которые живут на Рыбинском, где-то недалеко от Рыбинского водохранилища. Рыбачат на Рыбинском водохранилище. И многие пишут мне из этих людей, что троллинг на Рыбинке запрещен. Все, Илья, спасибо большое. Приятно тебя смотреть и тому подобное, но троллингом мы теперь ловить уже не можем. Я говорю, странно, почему? Я говорю, как так? Запретить троллинг-то, в принципе, можно. Но запретить троллинг можно в несколько палок, с несколькими приманками, скажем так. Здесь запретить можно его. И можно даже как-то отследить, как-то контролировать это. А вот объясните мне, как можно запретить троллинг в один спиннинг? Просто троллинг в один спиннинг. Вот как можно запретить. То есть, это, по сути, движущее плавсредство, лодка, неважно что это. В ней сидит человек, в руках держит спиннинг. Ловит он на него, не ловит он на него. Воблер он там тестирует, проверяет, как он работает. Он за собой тащит приманку. Что он делает, это неизвестно. Назвать это троллингом? Как вот это вот? Это не троллинг. Вообще, троллинг это, если взять вообще троллинг, рассматривать, да, то его можно разделить на несколько частей. То есть, морской троллинг, речной троллинг, скажем там, стаканный троллинг, который мы поставили, да, и, грубо там, рулим там, грубо там, не знаю, румпелем, сидим рулем рулим, вот. И, грубо говоря, что завалится, то завалится. Такой троллинг, троллинг на водохранилищах, по-моему, раньше был разрешен, морской троллинг в несколько палок, потом его запретили. Или, может быть, сейчас как раз запрещают. То есть, морской троллинг на море был разрешен всегда. То есть, да, и запретить его, ну, наверное, тоже практически невозможно. Тогда давайте запретим, надо, точнее, правильнее надо будет запретить тогда не, грубо, какой-то катер, там, какую-то яхту троллинговую, а запретить тогда уже промысловую ловлю, наверное, контролировать это как-то. Вот здесь, наверное, пользы-то будет больше, если господа какие-то, там, я не знаю, сидящие в думе или где, там, я не знаю, борются за... хотят бороться за... процветание водоема, чтобы в водоеме было больше рыбы, да, там, как-то... чтобы рыба множилась и размножалась, и чтобы, допустим, какие-то негодяи не губили потомство. Меня, вот, порой смешит и удивляет логика человеческая. Тех, кто создает какие-то нелепые законы или пытается их внедрить, вообще, чем они там думают, вообще, у них в голове, там, тараканы, кукушаты или вообще просто ветер гуляет. И те люди, которые ведутся на это, на все. В свое время, кстати, было запрещено ловить... Тоже троллинг пытались запретить, но как, его невозможно, невозможно запретить троллинг в один спиннинг. Это просто недоказуемо. Как мне подъедет рыбинспектор и скажет, так, Челышев, вы оштрафованы и арестованы. Я говорю, за что? За то, что вы троллингуете. Я говорю, а где у меня написано вообще на лбу, что я троллингую, да? У меня, что, не знаю, светофор стоит с вывеской, лодка троллингует. Как можно доказать, что я со спиннингом в руке троллингую? Я тестирую приманку. Вылетает она, не вылетает, проверяю. А если я ловлю в заброс? Почему я двигаюсь во время своей ловли? Да приманку пытаюсь с коряги сорвать. Ну, как вариант, да? Давайте уже будем просто честными, да, как бы, и... Открытыми. Подъехал ко мне рыбинспектор. Что он мне может сказать? У меня одна палка в руке. За бортом у меня, вот, за борт идет леска, плетеный шнур. А там внизу неизвестно чего. Может, бутылку я тащу за собой, там, не знаю, охлаждаю ее. В чем проблема-то? Да? Как это можно доказать и оштрафовать? Как можно запретить? А как вообще на водохранилище? Это вообще просто такое здоровое водохранилище рыбинское. Это сколько инспекторов должно гоняться, там, за бедолагами, троллингистами на своих, я не знаю, там, каких-то корытых и катерах, там, и надувных матрасах, ПВХ-шках, там, и тому подобное. Как? Вы мне объясните. Чего вы боитесь-то? Я, конечно, не призываю нарушать закон. Я просто призываю к разумному, вообще, мышлению. Если это такой закон есть, то я сомневаюсь, это просто бред. Если его отдать на рассмотрение куда-то выше, там, стоящей инстанции, если кто-то там, можно законы вести по-регионально, там, как-то могут вести, там, местные власти. Но их можно обжаловать. Понимаете, это, если ты власть, ты создаешь какой-то дурацкий, тупорылый, не знаю, закон, то ты должен отвечать за это. Таким образом можно напридумывать разные всякие истории, да? Поэтому я думаю, что, во-первых, если даже что-то на местной, какой-то местной властью это придумано, и что-то сделано, что я, в принципе, я считаю, что это, возможно, это фейк. Я хочу сейчас, кстати, позвонить в рыбоохрану и узнать это. Я сейчас, конечно, вот рассуждаю все это дело. Это чисто открытое видео, не игровое. Вот. Я хочу сделать сейчас звонок. Вот. Пока это мое рассуждение идет. То есть я вот человек, который приехал на рыбак, приехал на рыбинку рыбачить. Я не знаю. Я дедушка вообще. Давайте представим, что мы, грубо там, вот я дедушка, да, мне там, не знаю, лет 70, там, 60, там, не важно сколько. Я не пользуюсь интернетом. Я знаю, вот, где закон мне почитать, там, вот, у меня есть в законах, там, вот, ну, просто мне сын прислал, где вот смотреть мне закон. Давайте его откроем и посмотрим. Есть в законе этот пункт, что на рыбинском водохранилище полностью, не знаю, запрещено. Вопрос, что? Что? Вот скажите мне опять же, что должно быть запрещено? Человек, стоящий в лодке со спиннингом? Давайте вот так тогда. То есть запретим джик, запретим, ну, хорошо, ладно, джик, бог с ним, там, на конце не воблер. Давайте запретим тогда твич на рыбинке, да, глубоководный твич. Мы же так же, в принципе, стоим где-то в этом море, в этой здоровой-здоровой луже и бросаем, значит, воблерочек свой. И дергаем его со спиннингом в руке, твичем, там, я не знаю, анимируем приманку. Подъезжает рыбинспектор, он мне так же может прописать троллинг. Двигатель у меня заглушен, я не двигаюсь. Так чем он докажет, что он, когда он подъехал, у меня двигатель работал, там, я не знаю, ну, работал, да, я вот завел его сейчас, что это запрещено? Че, каким законом это можно запретить, запретить мне? Да я, может быть, дурак вообще, я просто, может, не умею рыбачить. Рыбачу вот так, с включенным двигателем. Да, я твичу, и тоже лодка движется, ну, забыл я ее выключить, но я просто идиот, я не знаю, как это можно доказать? Как можно доказать, что я именно троллингую, вы мне объясните? Ну, вот как? Никак. Если бы у меня стояло в тарге, там, в стаканах, там, я не знаю, там, 3, 4, там, 5 спиннингов, и они были распущены все, ну, это базар, нет, это, наверное, там уже не отмажешься. Вот такой троллинг, возможно, и запретили. Ну, я, если честно, тоже сторонник запрета таких троллинговых, скажем, кораблей, катеров и лодок. Так, я ловлю в удовольствие, да, я ловлю троллингом, но троллинговая ловля, это та же рыбалка, это рыбалка в удовольствие. И поверьте мне, она очень увлекательна и спортивна, если мы не используем кучу приманок, хотя морской троллинг тоже очень увлекательен и спортивен. Там свои заморочки, свои приблуды, там, и тому подобное. Ну, мне нравится вот именно держать в руках спиннинг и ловить со спиннингом в руке. Скорее всего, повторюсь, возможно, вот мы сейчас узнаем, но, возможно, запрещен троллинг именно в несколько палок. На ладоге разрешен вот в несколько палок, возможно, его сейчас тоже запретят, возможно. А может, не запретят, а может, вообще-то фейк. Просто раздутый кем-то, кто-то... Вообще мне никто не скинул ни разу закон. Мне все говорят, вот, Илья, и сбрасывают какую-то мне писанинку. То есть какой-то, я не знаю, умник, типа меня, написал в какой-то, ты не знаю, там, где-то чего-то, написал что-то. И написано, что отдано в рассмотрение. Еще даже ничего не запрещено. Как я понимаю, по-написанному. И повторюсь, если даже запретят по какой-то вообще нелепости и глупости. Как это можно доказать? Как это можно доказать, что я ловлю именно троллингом? Когда у меня в руках один спиннинг, на ней одна катушка. Идет плетенка и один воблер. Никак, друзья мои. Никак. Это если дальше рассуждать, то были уже темы, как, допустим, да... А сколько можно рыбы перевозить? Вот мы наловили, а как же перевозить, там, гаишники, вас останавливали, не останавливали? Да, ребята, что вы, не знаю, мозг всем взрываете. Да угомонитесь вы, просто вот свой мозг включите. И все. Это что, допустим, каждый рыбак, каждый рыбак должен иметь свою машину, чтобы довести свой лов до дома? Ну так вы мыслите или как? Вот мы едем на рыбалку, со мной едет трое парней, да? То есть машина может в себя поместить четыре человека. Водитель и трое пассажир. Вот мы едем, я один за рулем, остальные все рядом со мной сидят. То есть я домой должен привезти только свой лов? А я им сказать, ребята, знаете что, купите себе машину, тогда будете возить свою рыбу, да, свой лов. А сейчас пока просто ловите, и меня можете наполнять. Или выпускайте, или ешьте там ее, да, так? То есть я же могу, в принципе, привезти на этих троих людей еще рыбу. А если подумать еще дальше... Ну это у нас вот четверо машин не сидит. У нас поехало восемь человек в компанию. Четверо еще полетели на самолете. Или на поезде, неважно. Ну потому что они в машину не влезли. А мы рыбачили все вместе. Я их вещи везу. Вон там, пожалуй, трусы их там лежат. Там, не знаю, снасти, лодки их лежат. И рыба. Ни один гаишник... Нет, конечно, домотаться можно. Можно домотаться. И если вы, грубо там, готовы платить такому человеку, то, пожалуйста. Басянь, это я постучал. А так-то, по большому счету... Во-первых, меня ни разу никто не проверял. А я мотаюсь, допустим, в Астраханскую область довольно-таки очень часто. Ни разу никто меня не проверял. В свое время, в советское время, в Капустином Яру, один раз моего отца, когда я был еще вообще мелким, помню, останавливали, пытались домотаться. Вот. Бать сказал, пожалуйста, разбирай прицеп, если тебе так интересно. Только потом обратно его собери, потому что, вот, блин, мы не успеваем в ночевку, ты, знаешь, просто ставишь такое положение раком. У тебя совесть есть? У меня он сын. Я в окошко смотрю, там сижу. У меня там жена, он, знаешь? Человек походил, покрутил с жалом, блин, отдал честь и уй, отдал документы и сказал езжать. Невозможно определенные вещи докопаться. Если у них есть, допустим, какая-то прям вот, ну вот, наводка, да, что, допустим, данная машина везет наркотики, там, или, не знаю, ситрину, там, икру, там, еще чего-то, то тогда да, они займутся этим и будут прямо, не знаю, там, ну, досконально пытаться что-то найти. Ну, а каждого первого встречного так вот, это бред вообще. Предположим, даже вас остановили и начали смотреть, да, какие-то есть у вас маленькие размеры рыб, допустим, судака, если они не смогут это определить, опять же, визуально на глаз, если вы тушками везете, если они такие знатоки прям, вот, то да, вас, наверное, могут, возможно, могут оштрафовать. Хотя я даже и не знаю, вот, как вообще могут оштрафовать, опять же, даже за это, когда в магазинах, у нас, в магазинах, друзья мои, продаются вообще просто такие вот недомерки, такие вот секильдявки, судачки. И их называют биржами. Я пошел на рынок, вот, недавно делал пост, ну, как недавно, там, делал пост в Инстаграм, на рынке прям фотографирую, спрашиваю, он, видно, побоялся, что-то понял, о чем речь. Он говорит, а эта рыба, как называется, по-моему, бирж, говорит. Да я говорю, да нет, по-моему, судак. А там, я не знаю, грамм 200-300, какие-то такие вообще просто коротыши. Вот сейчас хотят ввести закон, чтобы, опять же, промоусовики именно фильтровали рыбу, вот эту, то есть, они ловят с детьми, что попало, то попало. Ну, как вот, как-то так, да? А теперь, наверное, ставьте ячейки больше, да? Не надо ставить мелкие ячейки, чтобы рыба проходила, вот, которая может еще расти, вырастать и радует. Так вот, я говорю, я как-то просто понять не могу. Давайте сейчас, в принципе, вот, я говорю, позвоним, позвоним и узнаем вообще, как бы, вот, попробуем дозвониться до инспектора, мне дали телефон инспектора Рыбинского, Рыбинского водохранилища, не знаю, ну, как-то там, короче, какого-то там, сейчас попробуем ему позвонить, что он скажет. До этого я разговаривал с начальником, значит, рыбоохраны, начальник рыбоохраны, не буду называть фамилии, имен, начальник рыбоохраны мне ничего, вразумительного сказать не мог. Представляете, начальник рыбоохраны. Именно там, вот, где-то на Рыбинском водохранилище. Поэтому сейчас я позвоню именно инспектору, который на воде постоянно, хотя это уже, мне кажется, по пахе каким-то бредом, если начальник рыбоохраны не знает. Ну не начальник рыбоохраны, я говорю, я не буду там, сейчас говорю, там начальник, ну какой-то начальник, не прям вот всей рыбоохраны, не знаю, в Рыбинске, ну какой-то там из начальника, он представился там, я не помню сейчас уже точно, начальника какого-то отделения. Сейчас попробуем, наберем, узнаем. Вот просто, я говорю, на самом деле каждый человек мог давно уже, в принципе, позвонить и узнать, а так вообще, по большому счёту, всё, что я вам сейчас вот проговорил, это на самом деле так оно и есть, доказать ничего нереально. Даже сейчас они мне скажут, что, короче, то да, ребят, троллинг запрещен, я говорю, а как вот вообще, вот вы, сейчас даже вот попытаюсь с ним на эту тему, а как они мне его предъявят, как они предъявят мне мою вину, что я троллингую, вот мне это очень интересно. Если я сам не скажу, да, я троллинговал, извините, я больше так не буду. Да я заброс ловил, ребята, твич, 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 твичил. Чего вы до меня домотались-то вообще, чего вы мне нервы трепетите, вообще лодку мою царапаете, прислонились тут ко мне. В чём проблема-то? Идите, проверяйте сети, я не знаю, там, вон сетей немерено. Идите там, займитесь какими-то полезными делами. Проверьте, по крайней мере, хотя бы у меня размер рыбы, которую я наловил. Вот что вы можете проверить. Размер рыбы. Всё, давайте наберём, не будем растягивать, я могу говорить об этом вечно. Так. Зовут его Виктор, не буду я называть фамилии, имён. Набираем. Поставлю на громкую связь. Так. Звук. 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 Здравствуйте. Я тут разговаривал на днях с начальником отдела. Он мне дал вот ваш сотовый телефон. Меня зовут Илья. Смотрите, я просто планировал приехать на Рыбинское водохранилище весной. Сейчас весной. И я увлечен троллинговой ловлей. Троллингом. Да. Троллингом. Да. Троллингом. С одним спиннингом. Не борским троллингом. Все в курсе. Да. А меня сейчас пугает. Говорит, Илюха, не вздумай. Ты чего? Какие-то законы новые. Какие-то поправки. Туда-сюда. И третье-десятое. Можете мне немножко пояснить? Это фейки какие-то ходят? Как про багажники на автомашинах? Нет, 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 нет. Троллинг он разрешен только вне сроков запрета. Только в нерестовый период запрещен. Все. А так, пожалуйста, приезжайте ходить троллинг. Вопросов нет. Вопросов нет. Спасибо вам огромное. Я просто именно... Троллинг никто не запрещал. Просто есть ограничения в нерестовый период. Ну, это нормально. В нерестовый период вообще как бы лучше... Да, нормально. Да. А так, пожалуйста, там, по-моему, не более двух приманок. Ну, и три идёшь там приманки. Кто их у тебя смотрит. Вот идёшь ты идёшь на моторе, на парусе, на чём ходишь. Да и просто румпельная лодка, 25 сил и всё, там, 4,50. А, ну, 25? Ну, я понял. И на малом газу, и дёшь. Ну, да. У меня просто твой канал, как бы, «Рыбалка с дивером» называется. Я сразу вам не представился. Да, да. Единственное, что надо посмотреть, потому что у них рыбалка не ограничена там, где идёт промысловый лов. Вот там, где квоты выданы и добывают рыбу в сетях. Нет, смотрите, просто вас зовут Виктор Николаевич, да? Да. Виктор Николаевич, смотрите, просто я говорю, у меня есть свой канал на YouTube. Я, как бы, ну, давно этим занимаюсь, и у меня своё, как бы, направление со спиннингом именно, с одним спиннингом, и, как бы, люди меня смотрят. И вот постоянно меня вот в последнее время стали жаловаться, говорят, «Илюха, всё, короче, всё». И какие-то мне писульки сбрасывают, ссылаясь на какой-то там сайт непонятный. Я говорю, а что вы на сайт-то? Вы мне закон пришлите. А там кто-то вот что-то где-то в интернете пустил такой… Не надо в интернете им сказать, читайте, есть правила рабоводства, они неотъемлемая часть, всё. А что остальное вокруг и около пишут? В правилах рабоводства всё чётко прописано. Там ничего их думать не надо. Потому что если законом не запрещено, вот правила, вы можете, пожалуйста. А кто-то там придумал, я не знаю. Ещё раз. Есть правила рабоводства, сейчас, есть правила рабоводства. Вы их открываете. Московская область, квартира управления. Вам скинуть, как они называются? Да, если можно. Я вам сейчас продиктую. Ну, не продиктую. Я вам сейчас попозже сброшу СМС и свою почту. А вы меня сбросите, пожалуйста, именно по Рыбинке, чтобы я с людьми поделился, ладно? А у вас есть WhatsApp на этом номере? На этом нет, опять же, другого я вам наберу. А, или у меня WhatsApp сбросите. Просто напишите, пришлите на этот номер правила рабоводства. Я прямо сфотографирую его. Ну, прям по Рыбинке, чтобы мне вот ребятам с Рыбинки, чтобы их уже успокоить, порадовать. А, там не только по Рыбинке. Я знаю, но просто пункт какой-то, там пункт 30, по-моему, по Рыбинке, да, там как-то? Нет, 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 не пункт. Вы ищите правила рабоводства по Ярославской области. Вам откроет там, ну, какая-то статья. Потому что там не только по Ярославской области. Там и Тверская, там много губерний. Там, по-моему, 16 или 17 областей России. Орловская, Тульская, там все собраны. В том числе и Ярославская. Я вас услышал. Еще раз. А вы прямо именно по Рыбинскому водохранилищу, да, вот инспектор? Нет, я туда ездию, когда уже никто не справляется. Или инспектора не работают. Или без предела идет. Никто справиться с ними не может. Естественно, посылают меня. Я наложу порядок. А, вы там над ними тоже какой-то начальник, да? Да, да. Вы не начальник, я просто делаю свою работу, которую никто не в силах пока сделает. Так что оставьте мой номер телефона. Прямо будут вопросы. Прямо мне оттуда и позвоните. То есть люди просто иногда беспредельничают. Я понял вас, Виктор Николаевич. Да, как вот только там беспредельничают, не подчиняются и их никто ничего с ними делать не может, значит еду я. Я езжу туда не один раз в целый год. Но у вас какие-то планерки есть? То есть в ближайшее время никто не планировал ничего менять там, правильно? Нет. Главное, что правила Рыбоводства поменять. Это надо предложение в Госдуму внести. В Госдуму примет Путин. У нас подпишет Минсельхозприказ. В ближайшее время ничего такого не было? Нет, конечно. Возьмите просто и почитайте. Если будут его... Вы откроете, они в интернете доступны. Если я вас фотографирую, сами правила там вводите, как есть написано, они вам выскочат. И статьи фотографирую, на которые вам первая статья будет 29А. Это разрешенные орудия лова при любительском спортивном рыбоводстве. Там все четко прописано. Вот. И номер статьи по Ярославской области. Там, наверное, три или четыре страницы. И прочитаете, и все. Спасибо. И найдете, что есть там нарушения, нету. А тут там дядя Вася где-то сказал, ну, нам не интересно, я же не могу привлечь человека к ответственности, если там вот дядя Вася сказал, что это запрещено. Ну, негодяй. Но я так же им так же и сказал, что надо читать законы, а не какие-то филькины граммы. Да, 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 да. Штраф здесь везде, он не одинаковый, от двух до пяти тысяч штраф. Вот. А если у вас нарушение, вы прямо откройте, почитайте, скиньте мне WhatsApp, любой номер и просто напишите это для правил рабоводства, и я вам туда скину. Спасибо вам большое. Спасибо большое, что мне уделили время. Да, запишите мой номер телефона, если будут вопросы, или где-то совсем беспредел, звоните, я с удовольствием. Руководство довожу, бюро оперативное, еду, навожу порядок. Всё, спасибо вам большое. Спасибо. Да, не наступлю. Звоните. Всего доброго. Вот так, друзья мои. Дядя Дивер был прав. Всё. Надеюсь, это видео было полезное для многих. Мы ставим на этом точку. И, ребят, ловите, ловите троллингом в один спиннинг. Ловите больше, как говорится, отпускайте чаще. Но просто поймите, что, опять же, вы, вы, вы сами творите же свою историю. Мы сами заставляем людей, там, я не знаю, рыбоохрану, гимс, ещё кого-то, что-то в какие-то поправки вносить. Какие-то законы ужесточать там, да, чтобы нас как-то больше, чтобы мы больше боялись. Если бы каждый человек, да, ловил бы там, да, в пределах разумного. Если бы каждый человек понимал бы, что вот зимой, я почему зимой особо не люблю ловить, потому что мне говорят, ну что взять, она за год взяла. Ну не лови ты тогда, я не знаю. Ну не езди, лови там, где крупные. Чего рыбу-то уничтожать-то? А зимой реально люди ловят и санями, и, ну просто, я утрирую, как большими-большими количествами. Где вот ограничения, где там эти грёбаные пять килограмм? Там все сто килограмм, пятьдесят килограмм. Где? Где совесть у людей? Многие говорят, а мы один раз всего за год так попали, там и тому подобное. Ну, друзья мои, вот здесь как бы, да, я скажу, ну это, тогда или будь похитрее как-то. Если ты, если честно, ловишь один раз в год, ну и вот столько ты наловил. Понять тоже, наверное, можно, да. В деревнях так же, в принципе, и выживали. Они попадали один раз на ход, там, не знаю, какой-то там рыбки. Тратили, там, один день. Забивали, там, не знаю, какую-то там, какую-то бочку. И всё. И больше на воду не выходили. Занимались своими домашними делами, там, не знаю, работой и тем, и чем-то подобным. Если это необходимо, если это нужно, ну, наверное, можно. Но, опять же, нарушать закон не надо. Надо быть как-то или тогда похитрее, поумнее, или это не делать. Вот. Поэтому запретить троллинг в один спиннинг, ребята, это просто нереально. Ну, нереально. Тогда давайте запретим джиг. Давайте запретим тогда жерлицы. Вот куда больше вреда наносит ловля рыбы на малька. Вот я вам сейчас просто объясню, почему. Сейчас многие, может, камни меня кинут. Но я вам просто сейчас объясню. Троллинг вреда не наносит-то, в принципе, никакого. Он не багрит там рыбу больше, чем какие-либо другие снасти. Вы знаете, джигиты вешают специально выше тройничок. Некоторые джигиты. Я, конечно, не говорю там про товарищей известных. А есть, ну, как бы, я джигит и все, а ты недорыбак, ты троллингист. Умный человек такие вещи не скажет. Понимаете? А есть вот эти вот джигиты в кавычках, которые типа в кавычках спортсмены. Не берем наших спортсменов любимых. Вот. Так вот они, ну, я просто знаю это, ребята. Я знаю. Я так же и джигую, я так же и рыбу ловлю, и головля, и ультралайтом, и лайтом, и твич, моя любимая рыбалка. И на удочку просто пополочную сижу, и квоком ловлю сама. Мне одно время говорили, да и квок запрещен. Я говорю, ну, слушайте, ну, угомонитесь вы. Покажите мне в законе это. Как я только развеял этот, к сожалению, этот миф. Ну, больше стало квочить ребят. Возможно, я был в этом не прав. Надо было немножко помолчать об этом. Так вот, я говорю, про малька. Я вам сейчас объясню про малька. Неважно, это зимой, летом. Зимой это особенно. Мы зимой на малька можем вертикалки поставить там, где мы летом бы это не смогли сделать. И выбить в определенном коряжнике, ну, в какое-то определенное поголовье стадо того же самого судака. Если грамотно заниматься рыбной ловлей, скажем так. Если человек промысловик какой-то, да, и не знает, не видит вообще предела, и нет у него совести, то он может очень много наловить на малька. Муторно ловить малька? Да, наверное, муторно. Хотя люди сейчас замораживают его там, и потом эту тюльку там как-то это все, и летом даже пользуются там, зимой там и тому подобное. Но неважно. Рыба берет заглот. Они, возможно, выпустить не могут. Вот беда в чем, да. Во-вторых, это вообще, ну, тоже как бы не сильно спортивно. Возможно, это сложная рыбалка. Но спортивно ее назвать, вот здесь уж точно нельзя. Да, эти жерлицы, кружки и тому подобное. Хотя, опять же, с другой стороны, такое посмотреть. Это сложная рыбалка, трудовая рыбалка. Но вот она больше истребляет рыбу. Потому что какой бы ни попался бы, маленький, большой, он, как правило, берет там, ну, в заглот. И мы освободить его грамотно, по-моему, не сможем. Если особенно мы покинули место рыбалки и ушли куда-то, когда рыба проболталась, там еще больше как-то повредила себя. Все, она умрет. Выпускать ее бесполезно. А я на троллинг, ну, практически всю рыбу могу выпустить. У меня ни одна рыба не села в заглот. Да, бывают повреждения, вопросов нет. Бывают повреждения. Но, как многие говорят, что тролль, троллингисты отрывают голову. Там, я не знаю, да смешно. Причем это я не фантазирую. Это реально встречаешься, там, где-то там, ну, на воде, там, не знаю, я просто там был на базах. И вот мне женщина один раз сказала, да вы, она джигом только ловит. Знала бы, что вы троллингист, я бы с вами даже бы не разговаривал. А сначала так душевно мы с ней поговорили, она многое чего от меня впитала. А потом оскорбилась, с троллингистом пообщалась, понимаете? И рассказала мне такие байки, что когда она вылавливает головы оторванные, это троллингисты отрывают. Ну, у тебя вообще там, мать, у тебя там вообще как бы это, с головой все нормально. Тебе-то ее никто не оторвал в детстве. Может надо как-то, что-то как-то подумать вообще. Вот. Травмы бывают, но травмы бывают и при ловле джигом, и при ловле на колебалке, и, не знаю, и при ловле твичем, ну, разные бывают моменты. Рыба травмируется даже порой больше уже в подсачнике у нас. Когда начинает, мы ее берем в подсак, она начинает там как-то это выполнять, исполнять там какие-то такие непонятные пируэты. Травмируется, когда мы ее берем липгриппом. Тоже вроде бы такое как бы средство, да, еще двуякое. Я вот беру там иногда, если у меня липгриппом не позволяет, вообще пассатижами за нижнюю челюсть. Но, опять же, не малышей, которые там сразу вырываются. Вот. А рыба такая, которая крупная довольно, которую я не могу взять в обхват. Я беру ее за нижнюю челюсть. Ну, пассатижами за нижнюю челюсть. Судака берешь, он больше не трепыхается. Щуку, если возьмешь за нижнюю челюсть, она будет трепыхаться так, пока себе челюсть не оторвет. Бесполезно и не рекомендую. Только травмируйте рыбу. Судака просто, ну, по сути, можно пальцами взять, но просто опасно это, да. Там у него очень довольно-таки такие, скажем, ядовитенькие клыки и, ну, травмировать себя можно. Вообще просто довольно-таки опасно это. Пассатижами берем. Главное, чтобы зубом жеватель не поломать, да. Ну, аккуратно все делаем. И все. Все это как бы смотрится, может быть, страшно, еще что-то. Но, опять же, просто с умом надо. Если вы возьмете, там, грубо говоря, 200-граммового судачка или щучку пассатижами, ну, это смешно. Ну, блин, возьми ты ее в обхват. Нормально придержи ее ладони. И все, и не нужны тебе тут какие-то пассатижи, там, любви бы тебе никакие не нужны. А если ты не можешь его взять в обхват, там, не можешь его за хребет взять. И когда джигит, допустим, берет, опять же, рыбу за хребет, там у вас один крючок, ребята, а у нас их три, да. И размер не маленький, довольно-таки чревато. Поэтому всякие вот какие-то камни летящие, там, плевки, там, и тому подобное, рассуждения, вы сначала просто подумайте перед тем, как что-то написать, бросить камень, там, да, кого-то чему-то учить. Вы сначала просто подумайте. С дивана свою попу поднимите и попробуйте сами что-то сделать. Вот такие вот пироги. Поэтому запрещать можно все, что угодно. И быстрее можно запретить, наверное, те же самые кружки, те же самые флажки, там, эти, да, жерлицы, чем, скажем, троллинг. Так что, злопыхатели, там, не знаю, если вы вряд ли это сюда-сюда смотрите, но те, кто смотрит, можете прям вот все подавиться костью, костью дивера подавитесь. А те, кто меня поддерживает и благодарен моим фильмам, вот везде можете донести, сделайте репост. Сделайте репост данного фильма. И можете говорить, что, ребята, короче, это нереально, это невозможно. И вот, ну, оперируйте моими словами, если сами не могли до этого додуматься. На самом деле, повторюсь, видео не смонтировано. Я не знал, что мне скажут, ей-богу не знал, клянусь. Я просто думал, как это видео сделать. Думаю, сначала позвонить, потом свою морду такую сделать, там, начать, там, играть с вами, там, что-то рассуждать. Нет, думаю, вот как будет, так будет. Я буду не прав, значит, ну, скажу, блин, да, я, блин, не прав, но я бы с ним бодался бы. Пусть он мне должен был бы тогда объяснить, как он меня на воде, у меня в голове, я думал, такая сценария должен быть. Если я не прав был бы, я бы сказал, ну, хорошо, а вот вы меня встретили, как вы докажете? Да он бы хребт доказал, понимаете? Ну, нереально это доказать. И все. Вот такое видео было бы. Но оно, к сожалению, а может и к счастью, наверное, к счастью, вот так как бы сложилось. Поэтому всем рыбацкой и жизненной удачи. Ловите больше, отпускайте чаще. Думайте своей головой, думайте, что делаете и берегите будущее своего же водоема, где вы находитесь. На самом деле, реально трейлингисты очень много, как говорится, как кость в горле у сетевиков, у переметчиков и тому подобное. Если трейлингистов, я себя как бы тоже к ним отношу, к этой касте, скажем так. Опять же, троллинг троллингу рознь. Их можно поделить на три части. То, что я ранее говорил, да. Морской троллинг, несколько палок. Стаканный троллинг, речной троллинг с двумя палками, с одной палкой там. Или даже вы в руках эту палку держите, но вы ничего не понимаете, с крокодилом там плывете. Это, можно сказать, тоже самое стаканный троллинг. Или это вы рассуждаете, мыслите, у вас палка, там, не знаю, с хорошего материала, она с хорошей чуйкой. Судака ловите прямо на мельчайшие, на мельчайшие поклевочки. А кто-то этого даже не чувствует. Продолжение следует... Продолжение следует...